Да, слава Богу, сегодня трансляцию включаю, я прямую трансляцию с вечерней молитвы с Киева, слава Богу, Аллилуйя, благоставляю всех, кто подключается Сейчас к этой вечерней молитве благоставляю всех вас, во имя Господне, благоставляю свою семью сейчас, благоставляю нашу церковь, завтра богослужение с утра И я стараюсь утром в 6 утра подключаться, пока имею возможность, здесь в Киеве 6 утра на утренние молитвы делаю включение и в 6 часов вечера в 18.00 на вечерней молитве Да, слава тебе Господь за эту возможность Аллилуйя Да, 6 часов по киевскому времени, сейчас в 18.00 Аллилуйя Из 9 главы Евангелия от Марка Я читал вчера как раз вот это слово, которое очень сильно коснулось, и вот этим словом хочу поделиться как раз в начале этой трансляции У меня здесь сейчас издания нет, хотя на телефоне есть вообще-то русский вариант Можно прочесть и по-русски будет Аллилуйя Одного разу якийсь чоловік прийшов до Иисуса и кланючись ему сказал Учителю, я привив до тебе мого сина, что мает духа немого, где только нападе на него, киди его на землю, и он пускает пину и скрегоче зубами своими Иисуса и цепинея, я казав ученикам твоим, чтобы выгнали его, а они не смогли Вин же, отвечая ему, о роде неверный, док буду с вами, док буду терпеть вас, приведите его до меня, и привели его до него Аллилуйя Вот, перечитывая вот этот фрагмент, не знаю, вот прям настолько в сердце врезалась вот Вот та ситуация, описанная Марком, евангелистом Отец приводит своего сына к Иисусу Сын болен, сын одержим бесами И он просит, отец просит за своего сына, просит об исцелении, об освобождении И он, отец, верил, верил Господу Хотя ученики не смогли изгнать беса, не смогли Они молились, но, знаете, я вот представляю себя вот на том месте Действительно, порой молишься, и нет чуда Порой взываешь, и молишься, и приказываешь бесам, и вроде бы как нет освобождения И в моей практике такое было, и довольно часто было И, знаете, я пытался найти объяснения какие-то, почему не всегда происходит чудо Почему не всегда исцеление, освобождение происходит И почему оно не всегда так, допустим, быстро Иногда это процесс какой-то Я вопросы такие задавал себе, конечно, как и, наверное, каждый служитель христианский Который изгоняет бесов Ну, имеют нормальный, адекватный служитель Божий Который действительно изгоняет бесов, исцеляет больных Очищает прокаженных, воскрешает мертвых Это нормально для служителя Божьего И тот человек, который подобного не делает, он не является, по сути, фиктивным служителем Божьим на самом деле Потому что наше служение, оно не в убедительных словах человеческой мудрости Но в явлении духа и силы Наше служение христианское, оно не просто декларация каких-то там учений, доктрин Это все пошлятина Потому что от доктрин, от учений разных Большинству людей не холодно, не жарко И, знаете ли, погибающим грешникам это как мертвому припарка Знаете ли, поздно пить боржом Это совершенно не то, что нужно И не то, что Бог повелел действительно делать Нести Евангелие Христово Это не просто пересказывать людям о Христе Да, важно информативно, конечно, тоже Говорить о Христе И мы говорим о Христе Безусловно, все мы говорим о Христе Но принципиальное отличие именно служителя Божьего Настоящего Не номинального, а реального Это как раз вот именно реальное служение Богу И реальное служение людям Вот, не просто в убедительных каких-то словах Знаете ли, а в явлении действительно Духа и Силы Духа Святаго Явление, деяние Духа Святаго Деяние Духа Святаго Это не только то, что было тогда В первоапостольский век Нет Господь сказал Я с вами во все дни До скончания века Я с вами во все дни До скончания века Это значит, он и сейчас И сегодня тот же самый Он с нами Слава Господу И вот, как и каждый служитель Я нормальный служитель Божий Я задавался таким вопросом И не раз, и не два И да, конечно Разные ответы приходили на сердце И я слышал от разных учителей Проповедников тоже разные мнения И они порой кажутся убедительными Порой нет Но я, конечно, понимаю Что все ответы мы получим На небесах у Господа Здесь на земле нет всех ответов На все наши вопросы Но эти насущные вопросы Служения Я думаю, должны получить ответ И вот, знаете ли Есть такое Тигуналам Выражение народное По-русски звучит как Воскрешение, что ли, мира Исправление Есть такой перевод даже Исправление мира Починка, ремонт этого мира Восстановление этого мира И этой вселенной И, знаете, самым великим Кого можно назвать в этом процессе Тигуналам Это сам Мессия Ишуа Сам Христос Иисус Он действительно великий восстановитель И все, что он делал Изгонял бесов Исцелял больных Очищал прокаженных Воскрешал мертвых Это все Действительно Знаете Великое деяние Духа Святаго Тигуналам Восстановление Возрождение этого мира Удивительно Потому что Изначально Этот мир Созданный Богом Сегодня вот суббота завершилась уже Вечер субботний Уже начало воскресного дня Первого дня творения Воспоминания Вот И изначально Мир Созданный Богом Я имею ввиду Вот тогда 5779 С половиной лет тому назад Он не был Испорчен Грехом Он не был разрушаем Не было Старости Не было Смерти Не было болезни Николай пишет Егоров Шалом Шалом Николай Шалом Шалом брат дорогой Шалом всем святым Мир Божий Да И шалом Это действительно Великое слово Салям Да Вот салям Шалом Шалом Это означает Не просто мир даже А мир с Богом В первую очередь Восстановленный мир Вот как раз В эту тему Тигуналам Возрождение этого мира Восстановление этого мира Вот И слово Шалом Здесь действительно Кульминационно Потому что В этом возрождении В этом восстановлении Мир С Богом И мы знаем Что мир с Богом Ныне Есть Через Господа Нашего Иисуса Христа Примирение Великое Совершилось На Голговском кресте Аллилуйя В земной жизни Христос Демонстрировал Это восстановление Да Это было Конечно Очень ограничено Это было Лишь на территории Иудеи Там в Израиле Это было Совершенно Небольшое количество Да Промежуток времени Небольшой Его служения Земного Но Именно В момент Распятия Смерти своей Агнец Божий Воскликнул Небеса Разорвались От этого Крика Он воскрикнул Совершилось Действительно Совершилось Великое Примирение Бог и человек Человек И Бог Христос Иисус Кровь Святая Его Совершила Великое Чудо Восстановление Возрождение И сегодня Действительно Вот Даже говоря Об этих чудесах Я вот начал Как раз Перечитывая Сегодня Вчера Перечитывал От Марка Евангелия И в 9 главе Здесь как раз Где говорится О Исцелении Освобождении Сына Отца Который Пришел К Иисусу И вот Иисус Его Здесь Вот это Негодование Его Это Вот Доколе Буду терпеть Вас Вот это Несовершенство Мира Вот это Вот Извращение Порядка Божьего Всего Потому что Смерть Это Болезнь Это Все Нищета Все Все Деградация Разложение Все Это Действительно Признаки Деградации Этого мира Разрушения Этого мира Невосстановления Тикун Грешник Каждый Каждый Исцеленный Больной Каждый Освобожден От бесов Человек Воскрешенный Мертвый Это Как будто Еще Одно Пять Земли Отвоеванную Царство Тьмы Как будто Еще Кусочек Территории Отвоеванной Отблеск Вот Той Великой Славы Потерянной Человечеством 5779 Лет Тому Назад Это Действительно Некий Отблеск Той Величайшей Славы Спасибо Тебе Господь И каждое Причастие Для меня Евхаристия Совершаемое Таинство Тела и Крови Христа Для меня Это Действительно Свидетельство Восстановления Мира Возрождение Это Свидетельство Шалому Божьего Слава Господу Вот И Сегодня Я Тоже Приготовил Чашу У меня Нет Здесь Сегодня Тоже Вечером Тоже Нет Сока Виноградного Поэтому Воды Ну Это Компот Набил Вот Да Небного Яблочного Компота И Остатки Вот Этой Халы Шабатней Субботней Халы Ну Я В общем-то Две Халы Взял Мне Как раз Эти Две Халы На Неделю И Хватит Вторая Хала Еще Не Тронута И Я Совершаю Причастие Молюсь Рассуждаю Вот И Совершая Причастие Я Призываю К этому И всех Верующих Хотя Конечно Я понимаю Что Как говорят В народе Мозги трещат Порой Действительно У человека Но Действительно Необходима Эта Реформация Владимир Пишет Владимир Владимир Долгий С Божьим Началом Недели Воскресеньем Иисуса Помазанника Господнего Аминь Света Утро Утро Вот Сегодня И был Вечер Начало Дня Воскресенья Начало Дня Первого Дня Творения И Действительно Очень красивое Вот такое Даже В украинском Надиле Но Мне очень нравится Как по-русски Конкретно Четко и ясно Названо Названо Это День Недели Воскресенье Знаете Это Как говорится Не в бровь А в глаз Это действительно Очень четко и ясно Воскресенье Я даже Богу благодарен Что В Советском Союзе Хотя Знаете ли Везде Безбожие царилось Но сохранилось Вот это наименование Потому что Предлагали Все время Союз Воистовающих Безбожников В 20-е годы Переименовать Дни Некоторые В частности Воскресенье Переименовать Вот значит Но Слава Богу Не дошло до этого И во всех Календарях Советского Союза Раз в неделю Но Имя нашего Господа Спасителя Оно было все-таки Записано Потому что Это одно из имен Нашего Господа Нашего Спасителя Воскресенье Второе его имя Схожее с первым Жизнь В Евангелии от Иоанна Так и говорится Он сказал об этом Иисус Евангелии от Иоанна 11-25 Я Есен Воскресенье И жизнь Эти два имени Мои самые любимые имена Эти два имени Я очень люблю Я порой и просыпаюсь И засыпаю И днем и ночью Вот эти имена Повторяю Просто с упоением Начиная вот с самого 2003 года Хотя и до того конечно Я читал Перечитывал эти имена И восхищался Вот этим фрагментом Из Писания 11-й главой вообще Евангелия от Иоанна Где рассказывается О воскрешении Праведа в Лазаре Да Этот рассказ Он всегда трогал Мое сердце И удивлялся я Словам Иисуса Который говорил Что Я Есен Воскресенье И жизнь Но они Не были Рэмой В моей жизни До Весны 2003 года И вот весной 2003 года Когда мы жили здесь В Киеве Тоже на левом берегу Только там Возле метро Харьковская Сейчас я здесь На квартире Возле Черниговской Лесовой Вот На Киото А то мы жили На Харьковском массиве Там возле метро Харьковская Тогда конечная была Харьковская еще Вот И На Ревудского На Ревудского Напротив Вырлицы Озера мы жили Вот там снимали квартиру И знаете Вот Тогда мы Всей семьей Когда вот ехали И Я попал в ДТП Я сбил подростка И Потом Совершилось чудо Господь воскресил Этого мальчика Из мертвых Во первых А во вторых Его очень быстро Он исцелил Вот Этого школьника Подростка И Исцеление было Настолько шикарным Настолько удивительным Что Я сам Как тот еврей Говорил Господу Верую Господи Помоги моему неверию Знаете ли я верующий Но не настолько Чтобы Так думаю Видеть такие чудеса Вот Хотя Стал понимать Я попозже Что Господь не требует От нас Мегаверы Суперверы Какой-то Гиперверы Он не требует От нас Большой Сильной веры Какой-то Он Говорит О горчичном зерне Самую малость Самую Ничтожную Казалось бы Самую малость Имеясь Даже самую малую веру И она достаточно Для того Чтобы Переставлять горы Потому что Бог Дай Богу шанс Даже небольшой Совсем шанс И Он совершает Великие чудеса Свои Я в этом убеждался Много раз И в том 2003 году Я в этом убедился И после Вот этого Воскрешения Того подростка И исцеления Его Очень быстрого На протяжении Там 10-15 минут Пока везли его В скорой помощи От места происшествия До больницы Он был полностью Исцелен Хотя Раны были Несовместимые Жизнью И Знаете ли Бесшовно Все срослось И Значит Не было Не только Внешних Следов От Переломов Этих А не было При снимках Внутри Ничего Никаких Повреждений Он был Полностью Исцелен И знаете ли И в тот Уже Вечером Уже В тот день Вечером Вот Я слышал Голос Я пережил Еще один Стress Тогда И вот Действительно После того Как я слышал Голос А голос Меня спрашивал Одно и то же Три раза Он спрашивал Меня Видел ли я Это Все Он спрашивал Меня Ты это Видел Три раза Он повторял Мне это И я не мог Ничего ему Вразумительно Ответить Вообще Да Что-то такое Да Господи И все Я не мог Ничего Ответить Ему даже Вот И третий раз Когда он Сказал мне Тот же Самый Голос Он сказал Так же Громко Сказал Вот так Будет И с церковью И все И откуда Пришел Куда ушел Неясно И Знаете ли Вот Прошло Сколько лет И я ничего Такого Больше не слышал Даже близко Вот Ни до того Ни после того У меня не было Ничего в жизни Подобного Вот И Знаете ли Я Конечно читал В Библии Что Бог Говорит Порой И вот так Вот Не только Там Мыслью Не только Откровением Таким А и голосом Громким Голосом Но Я не думал Что В земной Жизни Я это Услышу Но вот Услышал Тогда Вот эти слова И еще Интересное Проношло Как раз После этих слов Дело в том Что После этих слов Я ничего Уже не мог Слышать Просто Я настолько Был уже Просто шокирован Вот И Но Мысль Моя Была Из писания Одна и та же Мысль Я до самого Киева Мы Мы Мог Повернули Обратно И Пока Ехали До самого Киева Одна и та же Мысль Она Вот Вертелась У меня В голове Это было Из писания Я Есим Воскресение Я Есим Воскресение Я Есим Воскресение Десятки раз Одно и то же Вспоминалось Вот таким образом Представляете А потом Еду дальше И Вспоминается Вот так Вот Я Есим Воскресение И жизнь Воскресение И жизнь Я Есим Воскресение И жизнь И тоже Десятки раз Одно и то же Одно и то же Вспоминалось И там есть Копти Или Кипти Поворот Такой С Черниговской трассы Это уже И прямая уже Дорога на Киев И знаете Вот этот Поворот На всю жизнь Запомнил Вот сейчас Она была Бакар Ехал как раз С попутчиком Как раз Вот тоже Мы проезжали Эти Кипти Вот И Когда съезжал Уже На трассу То С этим На Кипти То Мысль Продолжилась Вот таким образом Вдруг И верующий В меня Даже если Умрет А живет Знаете Удивительно Кстати даже Это не совсем В синодальном переводе В синодальном переводе Нет вот этого Даже если Но Это так Вот внутри В сердце Прозвучало Это не было Голосом Это была Моя мысль Но она была Настолько восхитительная Я очень Богу благодарен За это И вот до самого Киева еще Довольно долго ехать Но Всю дорогу Одно и то же Воспоминалось Одно и то же Я Есим Воскресение И жизнь И верующий В меня Даже если умрет Оживет И когда мы То уже Гаи проехали Уже Уже въехали В Киев Уже То прекратилось Это воспоминание Одного и того же Текста Постоянное Назойливое Такое казалось бы Но приятно Вспоминать Знаете ли Когда порой Что-то там Дурное прилепится Какая-то мысль Какая-то непонятная Неправильная И это все Крутится в голове И ты пытаешься От этого избавиться Это неприятно Нехорошо Но когда хорошее Что-то приходит Это прекрасно Но самое прекрасное Для верующего момента Когда от Бога Что-то приходит Когда Божьи слова приходят Вспоминаются Тексты из Писания Это самое прекрасное Переживание Вообще Для христианина Слава Господу Вот И Я очень Богу благодарен За это И вот Действительно Его имена Я люблю Его имена Моего Господа Спасителя Но вот эти имена С того самого 2003 года Я полюбил Особой любовью Я влюбился В эти имена Я есть Им воскресение И жизнь Мы говорим Воскресение Подразумеваем Иисус Мы говорим Иисус Подразумеваем Воскресение Мы говорим Жизнь Подразумеваем Иисус Мы говорим Иисус Подразумеваем Жизнь Жизнь Это Иисус Воскресение Это Иисус Спасибо Иисус Спасибо Господь Спасибо Драгоценный Иисус 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 За все Спасибо 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 Благодарю Что свободу Мне дал Что за меня Жизнь свою Ты отдал О Спасибо Иисус Спасибо Спасибо Родной Спасибо 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 Благодарю, что свободу мне дал Исцеление мне дал Освобождение мне дал Воскресенье мне дал Жизнь мне дал Спасибо, Иисус, спасибо Спасибо тебе, Господь, спасибо за все Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной Благословен Бог наш, Великий Господь Возьмите, братья, сестры, хлеба Какой есть у вас хлеб? В церкви мы обычно мацу используем, опресники, виноградный сок У меня сейчас нет виноградного сока, вот я налил просто воды и компот Здесь у меня яблочный Причастие совершается не, оно здесь, в сердце и в разуме Оно совершается внутри человека И пусть сегодня совершается таинство Тело Христа, кровь Христа Величайшее таинство Величайшая победа Спасителя Величайшая Величайшая, величайшая Самого-самого-самого Спасибо тебе, Господь Благодарю тебя Благодарю тебя, Господь Благодарю тебя за твою победу, за силу крови твоей Которой искуплен я от суетной жизни Которой мы искуплены Которой исцелен я Которой мы исцелены Которой я освобожден Которой мы освобождены Которой я воскрешен Которой мы воскрешены Спасибо, Господь Спасибо, драгоценный Спасибо, возлюбленный Они ледоди Ведоди ли Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленному и мне Спасибо тебе, Господь Ты во мне, а я в тебе Тело Христа Кровь Христа Аминь Аминь Тело Христа Кровь Христа Аминь Аминь, аминь, аминь За Голгофу За кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою За Голгофу За кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою Благодарю Тебя Отец мой Бог мой Царь мой Иегова Иегова Творец неба и земли Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель мой Господь Мой брат Мой возлюбленный Царь мой Благодарю О Дух О Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой За все За все я благодарю За все я благодарю За Голгофу За кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою Благодарю тебя Мой Бог Благодарю Благодарю Тебя Иисус Благодарю О Дух Святой За все я благодарю За все я благодарю Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Царь Драгоценный Мой Спасибо Спасибо Аллилуйя 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 Добрый вечер А почему вместо Вина или сок У вас вода Объясните Почему они Противоречны Писанию Просто И все время Использую Специальный сок Или вино Да благослови вас Господь Иисус Христос Юля пишет Шалом Шалом Юля Да И Действительно По возможности Я использую Конечно сок Или вино Но Мы в церкви Как раз и используем Именно таким образом Причащаемся Вот В домашних условиях Редко получается У меня Иметь сок Значит В домашних условиях Под руками Поэтому я Использую Что есть Обычно Даже Где-то в дороге В пути Где-то Вот Просто у меня вода С собой Хлеб немного Рожаного У меня есть Я уже демонстрировал Вчера здесь Сухарики Вот рожаные Допустим Да Вот Старновский Хлеб нарезал Так вот Сухарики Вот Причащаюсь Вот Потому что Причастие Евхаристия Даже если нет ничего Просто вот Вдох и выдох Это причастие Евхаристия Потому что Само размышление Наше Рассуждение О теле крови Христа Это и есть Таинство Причастие Евхаристия Это не качество Вина или хлеба Я часто это повторяю А качество Нашей веры Нашего рассуждения Поэтому Да Я могу выпить В этом городе Все вино И весь сок Но так и не Причаститься Моего Господа Но могу Просто выпить воды И причаститься Моего Господа Спасителя Потому что Причастие Он совершается Вот здесь И вот здесь Вот Не просто Нашим ртом Жлудком То что входит Нас Оно и исходит Чем очищается Всяка пища Иисус говорил То что входит В нас Он не может Нас ни осквернить Ни осветить Не сделать нам Хуже Или лучше Абсолютно Вот Но Он действительно Есть дух Вот Господь Есть дух И поклоняющиеся Должны поклоняться В духе И в истине И причащающиеся Его Должны причащаться В духе И в истине Обязательно Слава Господу Пусть Бог Благословит вас Завтра у нас В церкви На служение Тоже будет Причастие Я думаю Да Мы в церкви Используем Мацу И виноградный сок Да Совершаем таким образом Церковно А дома Можем причащаться По разному Я об этом много учил В разных видео Вот В предыдущих видео О причастях Левопреломлении Как раз Рассказывал об этом Вот И Делился свидетельствами Вот Очень разными Кстати Вот Сейчас я возле Черниговской Тоже нахожусь А вот мы Ну На Киото А вот тогда Мы снимали квартиру На Малышка Андрея Малышка Вот Значит И там Вот Ну это давно было Это было еще В 97 В 98 Да Вот в тех годах Вот мы жили здесь Вот как раз Восле Черниговской В Киеве Арендовали помещение Ну квартиру арендовали Жили там С семьей Вот И там как раз Были вот эти откровения Откровения Действительно О причастиях Левопреломлении Которыми я делился Отцом Владимир Вы правы Бо Коли я Грешу я Причастник греха Аде Дух Господний Там Свобода Аминь 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 брат Аминь Аминь Вот и Действительно Причастия Совершается Вот И Нас оскверняет Или освещает Нас Действительно Это Здесь В разуме И в сердце Нашем Вот Это в принципе Осквернение Или освещение Оно во всем мире И в растительном мире Наблюдаются Свои процессы И осквернение И освещение В животном мире Оно гораздо более заметно Чем в растительном мире Но в еще большем мире В огромнейшей Пропорции В мире Большей Именно в человеческом роде Видно Это и освещение И осквернение Вот И Таким Очень ярким Примером Для всего человечества Был Как раз Вот Была история Израильского народа Описанная В Ветхом Завете На все века И до сих пор Для всех нас Великое вразумление Вот Процесс И осквернение И освещение Каким образом Все происходит Иисус говорил Как Мессия Как Спаситель Что и сердце Исходят И замыслы Помыслы Эти которые Оскверняют Человека Но он же Как раз И говорил О сердце Как о месте Поклонения Господу Богу Всемогущему Слава Господу Благоставляю Всех вас Дорогие друзья Сейчас уже Время Готовиться К служению Вот Завтра утром В 6 утра Буду делать Включение С утренней молитвы Подсоединяйтесь Тоже Будем Предсчастие Совершать И Тоже где-то Полчаса Наверное Успею сделать Утреннее Включение И сразу Еду На Кловскую В 9 утра Если кто в Киеве Киевляне То приглашаю Добро пожаловать На богослужение Значит С 9 утра У нас Время На богослужение До 19 часов В центре города Это станция Метро Кловска Улица Леонида Первомайского 6 Это предприятие УТОС Это буквально В двух шагах От станции Метро Кловская Улица Первомайского 6 Это Здание Вы входите Через проходную И лифтом Дальше поднимаетесь На четвертый этаж Вот И попадаете Как раз К нам в собрание Вот С 9 до 19 Время Потом У нас будет Немного общения Думаю Как раз Братского Слава Богу Потому что давно Уже не было Пусть Бог Благоставит вас Дорогие друзья Благоставляю всех Обнимаю Люблю Целую Во имя Господне Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком Другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым Надлежало бы нам Спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Слава Господу Благословляю всех вас Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Жрублев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир Всем вам И благодать Да умножаться Аминь Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя